Дмитрий Спичкин Воспитанники активно принимают участие в соревнованиях. Тренер уверяет, титулы не главные. Наша задача, прежде всего, не сделать чемпиона. Наша задача сначала воспитать ребенка физически и психологически, чтобы вырос полноценным гражданин нашей страны. Уже второстепенная задача соревнований – это больше система мотивации детей, для того, чтобы дети хотели, стремились, добивались своих поставленных целей. Айлин Гарибовой 12 лет. Она занимается тэквондо второй год и уже добилась немалых успехов. На Кубке Москвы и Чемпионате России по этому виду спорта она заняла первые места. Интенсивный режим тренировок не мешает Айлин заниматься также плаванием, танцами и английским языком. Сейчас она активно готовится к аттестации и следующим соревнованиям. Мне нравится тэквондо, потому что там разные удары, мы учим, как надо защищаться в жизни. Я хочу достичь черного пояса и мастер спорта получить. Александре Корочкиной тоже 12. За ее плечами всего полгода тренировок и уже вполне серьезные достижения. Вторые места на Чемпионате России и Кубке Москвы. Папа – чемпион России по рукопашному бою, увлечение дочери одобряет. Мы с родителями давно хотели отдать меня на какие-нибудь единоборства и в интернете прошли, что тэквондо – это более подходящий вид спорта для девушки, чтобы не было разбитого лица и больших следственных повреждений. 11-летний Ахмед Байрамов до прихода в клуб уже несколько лет занимался самбо и каратэ, но именно тэквондо покорило его сердце. Удар и всякие разворота, прыжки, очень интересные занятия проводятся. Почу стать врачом, но хочу получить черный пояс. Как уверяют состоявшиеся мастера, тэквондо – это не просто боевое искусство, это целая философия и особый образ жизни. Среди его поклонников немало знаменитостей. Достаточно упомянуть актеров Чака Норриса и Эрика Робертса. А президенту Владимиру Путину Всемирная Федерация Тэквондо недавно и вовсе присвоила почетный девятый дан. Но для многих воспитанников Центрального клуба Тэквондо в Витнам все только начинается. Четырехлетняя Женя Галушка занимается всего два месяца, но уже не мыслит в своей жизни без спорта. Сейчас подвернул ножку, хромает, старается, но все равно на тренировку обязательно, обязательно. Только просыпается, мы идем на тренировку. Вот в саду мы два дня уже не ходим в сад. Мы кашляем, нам сказали полечиться, но тренировка для нас святое. Семь хочешь дать? Семь лет. Семь лет. Сейчас ребята готовятся к очередной тестации и следующему соревнованию. 17-й московский вызов, который пройдет в ЦСКА 9 декабря, обещает пополнить копилку наград юных спортсменов Витнамского клуба Тэквондо. Екатерина Борисова, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, ВИДНОЭТВ.